Добрый-добрый вечер всем! Рада приветствовать вас в этой комнате на правах хозяйки. Меня зовут Ольга Белова, я из Воронежа. Любезно предоставила комнату Руслану, так как мы с ним коллеги, и он и я работаем вместе в профсоюзе. Вам представлять его особо не надо, я думаю, что вы уже виртуально с ним были знакомы, с кем-то он уже разговаривал по телефону, с кем-то общался по скайпу, по почте. И сейчас я хочу ему предоставить слово, он вам подробнее расскажет о том, что такое наш профсоюз, независимых предпринимателей, фрилансеров и надомных работников, и перспективы его развития вообще, а с вами в частности. Руслан? Здравствуйте, меня зовут Руслан. Общую информацию сначала выдам. Вы все знаете, что была такая компания «ЕДОШа», у многих там были и бонусы, и акции, и так далее. И появилась возможность у Солошенко вернуть долги по «ЕДОШе». В феврале прошлого года он встречался с Ассоциацией независимых профсоюзов, и была договоренность, так как у нас в 2013 году было более 600 тысяч человек по всей России, зарегистрированных в компании «ЕДОШа», и было скатано так, «Так, вот вы наберете 3000 человек, членов профсоюза по всей России, да, мы вам выдадим первый транш». И вот в мае этого года, в начале мая, был зарегистрирован наш профсоюз, то есть все документы ИНН, ОГРН, Устав и так далее, и в налоговой мы все зарегистрированы. А 25 по 27 мая в трех городах, это Нижний Тагил, Ессен-Куки и Ростов-на-Дону, были выплачены долги по бонусам и по акциям. Я сейчас покажу вам фотографии. Это Руслан. Артур как раз фотографии, когда люди получили свои деньги. Первый город, который получил деньги, это Нижний Тагил. Как видите, получили немного, но получили все, независимо от того, где они акционировались, сколько у них было бонусов, то есть бонусы и акции эти люди получили полностью. Нижний Тагил. Затем Ессен-Куки, то же самое. Вот это количество людей как раз и получили свои долги уже от ЕДОШа. А это люди, которые получили деньги в Ростове-на-Дону. Как видите, они все с листочками бумаги, это не даром, потому что к ним приезжали люди и деньги выдавались наличными. Поэтому они все писали расписки от руки, что они претензий уже больше к ЕДОШе не имеют. То есть это все реально, это действительно так. И эти же фотографии и еще много информации, правдивой, честной информации у нас есть на сайте. Об этом сайте мы потом с вами поговорим, когда Руслан закончит свое выступление. Хорошо? Руслан, продолжай, пожалуйста. И поэтому сейчас есть возможность вернуть эти долги у меня способами. Как нам было сказано Владимиром Солошенко, тот, кто просто человек, не член профсоюза, он получит свои деньги. И Солошенко ответственно заявляет, что вернет все долги. Но когда это будет? Но возродится ЕДОШа. Он будет получать доход. И вот с этого дохода постепенно будет всем выплачивать. Но это может произойти и через 5, и через 10, и через 15 лет. А через профсоюз уже вы видели, что первый транс уже был, уже выплатили. Сейчас мы подошли к тому моменту, что у нас 5000 человек. И вот уже в августе будет выплачена сумма гораздо большая на порядок. И будет выплачена именно членом профсоюза, именно активным членом профсоюза. То есть вот мы когда говорим, что необходимо написать заявление от 30 июня. Почему так? Потому что июнь, июль человек проплатил взносы, да? А в августе он получает. Поэтому за 2 месяца активности должно быть перед получением денег по бонусам и по акциям. По планам развития магазина Едоша, в ближайшее время после получения долгов по Едоши, по бонусам и по акциям, будет развитие и магазинов Едоша. Будут 2 развития бизнеса Едоша. Каким образом? Или же это будет, например, магазин чисто Череповецкий или какой-то другой город. И люди, например, сами соберутся и будут открывать этот магазин. Но маркетинг будет, по маркетингу будет выплачено, естественно, все деньги. Но этот магазин будет работать именно чисто на город. Просто город будет платить какую-то определенную франшизу с доходом. И второе направление магазина. Магазины будут чисто Солошенковские, чисто Едошинские. То есть мы туда ни рубля не будем вкладывать. Но мы будем получать по маркетингу. То есть все справедливо. Или такой магазин, или такой магазин. Вот, например, как стать в дальнейшем отдельным городам юридическим лицом. То есть необходимо, чтобы в городе было больше, чем 100 человек подписано в профсоюз. Также нужно будет провести собрание членов профсоюза, выбрать председателя профсоюза, оплатить все членские взносы. И тогда вы можете в дальнейшем быть отдельной профсоюзной ячейки. Почему сейчас надо быть? Я представитель профсоюзной ячейки из города Челябинска. Поэтому приглашаю всех в Челябинск. Это не означает, что я должен или вы должны к нам в город ехать, или мы к вам. Все это у нас сейчас легко делается через интернет. Ксерокопии договоров, заявлений и так далее. Все это у нас упрощенно занимает и время, и по документации. Но с другой стороны, также вот мы полностью комплект собираем. То есть заявление на вступление в профсоюз, заявление на получение материальной помощи. Ксерокопии документов, паспорта, первой страницы, прописки. Также документы, если имеются на акции какого-то города. Также необходимо две фотографии, три на четыре. Это на профсоюзный билет и на учетную карточку. Ну и естественно еще и оплатить вступительный взнос 500 рублей и два взноса по 300 рублей. Общая сумма 1100 рублей. Очень я рад, что многие люди соглашаются и приходят к нам в профсоюз. Не только из нашего города, но и из других городов. Но мы стараемся вот объяснять. Ольга, есть что-то добавить? Я тоже очень рада вас приветствовать. Я представитель профсоюзного комитета Воронежа. Как видите, мы работаем одной командой, независимо от того, в каких городах мы находимся. Поэтому я тоже призываю вас к тому, чтобы принять правильное решение. Для того, чтобы обеспечить возврат личных денег, вложенных в ЕДОШа. Солошенко как раз предпринимает все усилия. То есть он договорился, нашел людей, которые нам деньги дадут. То есть нашел этот профсоюз. А нам только осталось выполнить те условия, которые нам выдвинули инвесторы. Во всяком случае, до этого времени, как видите, мы все свои условия выполнили. 5000 у нас уже есть. Я просто это говорю ответственно, потому что я занимаюсь учетом профсоюзных взносов. Как собираются взносы в городах. Поэтому лучше меня этот вопрос точно никто не знает. Я вам могу ответственно заявить, что на текущий момент остается всего ничего. То есть день-два, может быть максимум, вот этот вопрос закроется. И наши представители отвезут отчеты уже за июль месяц. За июнь отчитались, за июль через несколько дней поедут отчитаются. Как только соберут вот эти последние взносы. Поэтому не думайте долго. Хотите обеспечить получение денег, действуйте быстро. Потому что если вы опоздаете сейчас, вам придется ждать выполнения новых условий. То есть деньги не прекратят поступать к нам. Но поступают они к нам именно по выполнению условий. Вот второе условие мы выполнили. Следующее условие это 7000 человек. То есть для выполнения следующего условия понадобится тоже какое-то время. Но это не 2-3 дня, как сейчас. А это будет уже, может быть, месяц, может быть, два. Когда мы выполним 7000. Поэтому думайте, принимайте решение и быстрее посылайте все документы Руслану. Связывайтесь с ним в личку, задавайте вопросы. Он человек очень компетентный, поэтому он вам ответит на все вопросы в буквальном смысле. И если у вас есть возможность посетить интернет, то я вам покажу, как выглядит примерно наш сайт и дам его адрес. Сейчас еще раз покажу эти же картинки в Нижний Тагил, Юсентуке и Ростов-на-Дону. И вот так вот выглядит сейчас наш сайт. Здесь, как видите, здесь очень много полезной информации. Это сайт Воронежский. Пока у профсоюзов нет своего сайта. Хотя, вот как видите, мы вышли из положения и сделали сайт Воронежа. Сейчас этот сайт используется как сайт всего профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надобных работников. Так что здесь самая достоверная и самая правдивая информация. Здесь есть записи тех встреч, которые проводили наши лидеры с кандидатами, начиная с февраля месяца. Здесь есть ответы на вопросы. Если у вас возникнут вопросы, тоже можете задать их прямо на сайте. Пожалуйста, будем откровенны полностью. Ждем вас в своих рядах. Добро пожаловать в страну профсоюзов. В принципе, информацию вам дали очень объемную, хотя и очень сжато. Теперь, конечно, вам следует только подключиться. Подключить прежде всего свое мышление, обдумать ту информацию, которую вы получили. И решение за вами. Мы принимаем любое ваше решение. Какое бы вы это решение не приняли, оно будет правильное. Мы все-таки надеемся на то, что вы будете вместе с нами в нашем профсоюзе. Руслан, будет что-то еще добавить? Ну, что как бы я информацию до всех доводил, и все люди как бы всю информацию знают. Сейчас, может быть, вопросы есть у кого-то. Можете написать. Если есть вопросы, пожалуйста, в чат. Я сейчас чат выведу на большой экран, и вы сможете задать вопросы интересующие. Пожалуйста, пишите, если есть вопросы. Если все получится, эта запись будет выложена тоже на нашем же сайте. Ждем вас просто. Можно сказать, что деньги имеются, деньги на выплату имеются. Осталось буквально несколько дней, ну, вот сегодня-завтра, может быть, до вступления, кто еще не решился, да? Это во-первых. Во-вторых, следующий, вот как правильно Ольга сказала, до 7 тысяч человек, когда будет набираться, и месяц, и два, может быть, пройдет, да? Да, но с другой стороны, я понимаю, что как только деньги начнут уже выплачиваться всем вам в августе месяце, я надеюсь, в сентябре, деньги будут получены. Я могу ответить на вопрос? Да, 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 да. Чем будет заниматься профсоюз после выплаты долгов по ИДОШе? Профсоюз будет заниматься как раз профсоюзной работой. Задача профсоюзов – это обеспечить безопасность своих членов в любом правовом поле. То есть, в первую очередь, юридическая защита, затем будем стараться найти такие варианты, где бы наши члены профсоюзов могли получать дополнительную выгоду, дополнительные скидки. В каком плане? То есть, к нам придут, судя по названию, да, независимые предприниматели, а это фактически мелкий и средний бизнес. Если они к нам придут, то они к нам придут, потому что больше о них позаботиться просто будет некому. Профсоюз уже сейчас, вы знаете, имеет прецеденты. У нас город Нижний Тагил, как видели, да, вот он первый получил как раз деньги, наверное, недаром, правда? Так вот, там уже есть прецеденты того, что профсоюзы защищают своих членов таким образом, значит, произошла какая-то там авария на линии электропередач, и люди трое суток сидели без света. Потом обратились в профсоюз и просто рассказали, сказали, что вот так и вот так у нас произошла авария, обещали починить быстро, вот в третьи сутки идут, результата никакого. Председатель профсоюза просто позвонила в эту компанию и спросила, а почему, что случилось, почему до сих пор линия не работает. И когда они ответили, а кто вы такая, она сказала, я председатель этого профсоюза, и я защищаю права своих членов, даю вам срок 3 часа. Если за 3 часа не будет сделано то, что вы обещали, значит, мы будем защищать свои права в суде. Результат, через 2 часа свет включили. Судите сами, то есть реакцию на профсоюзы, люди тех еще советских времен, они помнят, что это такое. Время поменялось, но суть деятельности профсоюзной организации не поменялась ни грамма. То есть продолжаем заниматься тем же самым. Обеспечение курортным лечением, да, материальная помощь, обеспечение путевками в лагерь детей, организация досуга и экскурсий, да, что угодно. Все, что захотят члены профсоюза, я думаю, что мы предпримем все усилия, чтобы это сделать. Вот в Воронеже, например, наши профсоюзы очень хотят, чтобы мы организовали курсы компьютерной грамоты. Мы пообещали им. Сейчас ведь не секрет, что большинство приходит в профсоюз только для того, чтобы получить свои долги. И мы не вправе их держать. Спасибо, как говорится, за то, что они к нам придут, и люди просто должны получать деньги. Поэтому мы и доносим информацию, держать такую информацию, знать, что это можно сделать, и не донести до людей. Я считаю, это просто преступление. Люди вкладывали деньги, значит, они имеют право получить их назад. И не просто имеют право, они обязаны это сделать. И тем более, что Солошенко не против, Солошенко только за, чтобы люди получили деньги. Понимаете? Вот в чем ситуация. Просто многие люди это считают, их много обманывали, и считают, что это тоже кто-то там пытается в очередной раз обмануть. Ничего подобного. Это действительно так. Мы занимаемся профсоюзами уже с апреля прошлого года. Так что судите сами, мы сделали то, что мы обещали, мы сделали, хотя мы, поверьте, мы начинали и делали по крохам, собирали первых членов профсоюза, которые нам поверили. И тем не менее, как видите, деньги выплачены. Первый транш получен. Второй транш, вот, и успеете вы, значит, и вы получите. Если в течение, ну, максимум двух дней вы оформите все свои, хотя бы самые необходимые документы, это в первую очередь, конечно, заявления, и вступительные, и членские взносы оплатите. Да, кстати, не забывайте, что при переводе денег удерживает Сбербанк комиссию 1%. Поэтому, когда будете отправлять деньги Руслану, учитывайте это, и надо отправлять не 500 рублей, а 505, не 300 рублей, а 303 рубля. Два раза по 303, тем более, да, то есть общая сумма составит не 1100, а 1111 рублей. 11 рублей удерживает банк, переводив с одного региона в другой. Вот это учитывайте, пожалуйста. Поэтому, соответственно, кто не успеет получить в этот транш, тот получит следующий. Следующий будет, когда мы достигнем рубежа 7000 членов. У нас уже 5 и 5 с хвостиком, то есть мы не останавливаемся, люди к нам присоединяются. Как это происходит, вы можете на сайте посмотреть. Каждый день меняется цифра. Если бы вот немножко раньше организовали, вы бы увидели. Да, в принципе, вы можете посмотреть там статистику Воронежа. На страничках там есть статистика Воронежа. Вот просто за этот месяц мы еще не выставляли. То есть люди приходят к нам постоянно. В один месяц 2 человека, а в другой месяц 22 человека, а в третий месяц еще больше. Всякое бывает. Судите сами, в прошлый месяц в профсоюз пришло больше тысячи человек. Поэтому, как говорится, здесь кто вперед встал, того и тапки. Успеете, значит будете получать деньги вместе с нами. С большинством из тех, кто начинали с самого начала. Ну, а следующий транш уже те, кто придут за нами. Но имейте в виду, что деньги будут выплачены абсолютно всем. Просто другое дело, что кто придет в профсоюз, тот получит быстро. А кто не придет в профсоюз, ну, тому остается только ждать. Когда Едоша заново восстановится, когда запустятся магазины, когда магазины начнут получать прибыль. И вот только из этой прибыли частями будут получать те, кто захочет ждать. Выбор только за вами. Либо быстро с нами, либо ждать. Ну, сколько это будет ждать? Два года, три года, четыре года. Ну, это же бизнес, неизвестно. Поэтому принимать решение будете только вы сами. Еще вопросы будут? Вы удовлетворены ответом? Поставьте, пожалуйста, чтобы я видела, что вы все поняли. И что я ответила на ваш вопрос. Да, все, все отлично. Так, еще вопросы будут? Много ответов есть на вопросы прямо на сайте. Ольга, надо будет написать адрес сайта, чтобы они посмотрели. Сейчас, минуточку, я это сделаю. Вот. Вот. Итак, вот.